20 сентября калимб кубку россии по футболу со стадии 1 16 финала присоединяется команды премьер-лиги значит турнир обретает полноценные очертания и в ближайшие дни всерьез начинает интересовать многомиллионную армию болельщиков элиты календарь разбросает клубы рфпл на этом этапе по разным концам географии соперниках как водится фигуранта из фнл с редкими драгоценными вкраплениями умельцев из 2 дивизиона 16 выходцев с вершины российской футбольной пирамиды как ни крути фавориты в своих парах повсеместно просто по статусу но кому-то почти наверняка предстоит проиграть за примерами далеко ходить не надо в прошедшем розыгрыше трофея 5 команд элиты включая спартак цска закончили свой славный путь в кубке именно в 1 16 толком этот путь не начав а ежели мы копнем поглубже то вспомнится очень много такого что люди трепетно переживающие за ведущие клубы вспоминать не хотят давайте чтобы не превращать наш экскурс примерно в двухчасовое кино ограничим выборку только скажем так элитой элиты то есть теми четырьмя командами которые и чемпионами россии становились и в кубке побеждали более одного раза в этом самом кубке они временами были успешны а временами им делали больно клубы из низших дивизионов вот на таких неприятных исторических моментах мы и сосредоточимся начнем со спартака потому что никто не знает почему просто потому что все бы начали со спартака поехали эпизод 1 касается игры который вообще не было потому что спартак заработал в ней технарь грозном было по известным причинам как-то уже не вполне спокойно и руководство красно-белых решила туда не лететь вопрос с переносом игры на нейтральное поле решался но почему-то не решился в следующем раунде терек свою формально домашнюю встречу проводил против ставропольского динамо именно на нейтральном поле пятигорске и проиграл амкар только-только собрался в этот момент просочиться из 2 дивизиона в 1 и тут же дал действительно яркий повод говорить о себе в масштабе всероссийском спартак был почти дежурным чемпионом но кубку относился с известной прохладцей однако таких громких плюх от безусловных андердогов красно-белые в турнире еще не получали шинник буквально через пару месяцев утвердит свое повышение в классе но тогда эта команда 1 дивизиона спартак на этот момент пока еще наше все от тяжелые ноль трофейные времена уже не за горами уже было ясно и до юра и де-факто что кубань поднимается в элиту но данный розыгрыш кубка она начинала как команда 1 дивизиона далее краснодарцы поработают командой лифтом потом станут на какое-то время почти топом а теперь у них вот то что сейчас в 1 16 в 2017 году спартак и кубань снова вместе еще один случай когда в кубке можно было поиграть два матча на одной стадии металлург не более чем крепкий середняк 1 дивизиона финишировавший в том сезоне на 9 месте с отставанием 40 очков от победителя терека а вот кстати пришелся как раз и терек который снова на тот момент рвался в элиту на этот раз команды вполне реально играли и доигрались до серии пенальти тосно еще одна команда второго дивизиона эта игра оставшая в своем роде легендарной во многом стоило место главного тренера валерию карты но меньше чем через неделю его добьет ничья санджи чемпионате ну и наконец свежайший эпизод сериала которому мы уже обращались первое поражение массимо карреры на посту главного тренера спартака кстати примерно через месяц хабаровск проиграет второму спартаку фнл правда москве поэтому будем считать что параллель не вполне корректно и следующим на очереди у нас будет цска который в целом берегся относительно долго невзирая на то что команда в девяностые на определенном этапе в целом переживала не лучший период весной 97 года случился матч в заре из ленинск-кузнецкого который завершился эпической серии пенальти динамо в первом дивизионе в сказочный период правления президента сергея амелина было очень как бы это сказать забавной командой много вокруг нее было всякого но это уже совсем другая история ну а победа на цска может быть самая яркая из того чего сумел добиться ближайший соперник зенита на том витке своей сложной истории урал на этом этапе пока еще середняк первого дивизиона следующем раунде он вполне буднично проиграет сибири но по тем временам однозначно победа на цска оставила приятный шлейф на довольно долгое время сделав приятную паузу на завоевание трофея в мае 2011 года цска меньше чем через два месяца внятно дал понять что второго подряд кубка не будет болгарь газпром появляется в нашем сериале первый и последний раз ну и наконец снова свежайший пример подтверждающий что 21 сентября 2016 года ударно поработал не только спартак отметим что мы не берем здесь прецеденты когда команды высшего дивизиона проигрывали андердогом но шли дальше по сумме двух матчей так например цска в октябре 2003 года уступил в гостях ельцу 0-1 но дома все же взял свое 3-1 потому что такого рода истории они все же про сенсации которые почти случились а почти не считается зенит стал неотъемлемой частью элиты с 1996 года когда он вернулся в высшие дивизионы понемногу начал набирать обороты в 2001 году питер уже с бронзовыми медалями ну и далее везде а вообще команда кубок впервые выиграла раньше чем добралась до пьедестала в чемпионате в 1999 году и это соответственно уже не первый случай когда действующий обладатель трофея сходу вылетел следующем розыгрыше клуб из ижеско на тот момент крепкий обитатель средней части турнирной таблицы первого дивизиона одержит дома волевую победу липецкая команда как мы видим и еще увидим успела собрать в кубке небольшую но приятную коллекцию скальпов тех кого сейчас мы можем относить к небожителям российского футбола зенит тоже тесной компании в розыгрыше 2002-2003 годов зенит попал под успевшую дать тогда шуму ладу клуб из тольятти далее доберется аж до полуфинала где только в дополнительное время ровно с тем же счетом 2-3 проиграет московскому спартаку попутно впрочем лада провалит чемпионат и 2003 год закончит на последнем месте в первом дивизионе клуб из новосибирска на тот момент вполне буднично существует в первом дивизионе своего главного хорошо известного успеха он добьется в следующем разыгрыше кубка где дойдет до финала и проиграет именно зениту суровом октябре 2013 года футбольный клуб тюмень не знает поражений во втором дивизионе чтобы не испортить статистику хорошего месяца надо было обыгрывать зенит сказано сделано справились в общем даже запасы свой долгий путь к солиднейшей коллекции из семи кубков локомотив мощно начал в 1992 году встретив в 1 8 торпеда из волжского дело было если что манеже цска мимо драгоценнейшего нашего липецкого металлурга не прошел и локомотив заметим кстати что в коротком историческом промежутке между двумя обозначенными эпизодами где что-то пошло немножко не так локу утвердился в роли именно очень кубковой команды успев трижды подряд сыграть финале и дважды взять трофей следующих двух после оказии в липецке розыгрышах команда кубок заберет опять ну и тут же продолжилось веселье по принципу то густо то пусто после спаренного успеха лока на ранней стадии турнира в 2001 году попадает под как раз собравшийся обратно высший дивизион уралан в 2004 году локомотив подкинул едва ли не последний повод серьез порадоваться за некогда бойкий черноморец один из аутсайдеров первого дивизиона совсем скоро после этого успеха в кубке а именно по окончании сезона 2004 будет лишен профессионального статуса из-за финансовых и юридических проблем не первый раз в наш исторический экскурс попадает урал в этом розыгрыше клуб из екатеринбурга навела зарядную шороху добравшись в итоге до полуфинала но в премьер-лигу команда поднимется еще совсем не скоро хабаровск реалиях 2009 года еще отнюдь не оброс мясом настолько чтобы мечтать о выходе в элиты но отдельная победа от команды из элиты уже была реальностью однако уже в следующем раунде ска завершит выступление в кубке ну и куда деваться без второго дивизиона в коллекции вполне себе скромно бытовавший в зоне урал по волжье в 2010 году горня кучелы занявший там в том сезоне четвертое место взял да и обыграл локомотив надо думать в городе с населением менее 40 тысяч человек была богатая гуля ротор уже который год пытающийся робко и не вполне успешно нащупать дорогу в сторону светлого исторического прошлого в этот конкретный день дал своим вполне еще многочисленным болельщикам отличный повод для радости дотерпев до победной серии пенальти ну а переживающие за локомотив могут облегченную выдохнуть после этого кошмаров больше не было напротив команда за три года взяла два кубка история не стоит на месте продолжая наматывать новые витки на катушку бытия сюрпризы судя по их изобилию в ретроспективе ждут нас все непременно если не в этот раз но где-то скоро наверняка